Вот, но надеюсь, что быстро, по крайней мере. Ну, значит, доклад мой посвящен понятию достоинства в риторике еврейского движения и оппонентах этого еврейского движения. И таким верхним маячком являются всякие события и тексты уже в легальной сфере до конца 70-х годов, когда, например, даже конференция такая прошла «Достоинство человека в еврейской традиции», участники которой приняли одноименную декларацию и требовали отправиться от государства сохранять достоинство граждан и для этого гарантировать религиозную свободу, разрешить иммиграцию, искренить антисемитизм. И другие были подобные инициативы в перестроечное время. Но если копнуть глубже, то мы видим, что обращение еврейских активистов к этому понятию не было только функции перестроечного климата, а на самом деле предыдущие два-два с половиной десятилетия отказники и иные деятели еврейского возрождения, еврейского движения этой категории активно и регулярно оперируют. Но можно задаться вопросом, была ли это сосредоточенность на понятии достоинства национального или личного, сопряженного с национальным, то есть достоинство меня как еврея, уникально для борцов за иммиграцию и возрождение еврейской, или она была свойственна советским евреям в целом, а то и советским гражданам в целом, или, скажем, диссидентам в целом, то есть можно разные контексты предложить. Я пока немножко проверила контекст советско-еврейский по обширным достаточно корпусам советских еврейских эго-документов и уже взятых в постсоветское время интервью, там, соответственно, несколько десятков, несколько сотен текстов, которые показывают, что там, в общем-то, употребление этого понятия оказионально и достаточно разношерстно, а в текстах, связанных с еврейским движением, употребление этого понятия более регулярное и гораздо более однотипное, что, собственно, оправдывает предложенный мной тут исследовательский фокус на ракурс. И дальше обращаясь к корпусу антагонистичных текстов из обоих лагерей, то есть как бы сионистов-антисионистов, которые можно условно назвать полемикой еврейской эмиграции, и позднейшим воспоминанием письменным и устным рассмотрим мы основные контексты бытования этого понятия и зададим четыре вопроса к его пониманию, откуда достойность это берется, как оно пропадает, как можно лишиться, как оно вновь обретается, и одинаково, собственно, их понимают оппоненты, еврейские активисты советских правоохранительных органов УКРС, или они его понимают по-разному. Ну, для начала такие общие характеристики. В ретроспективном нарративе отказа еврейского движения все это движение в целом видится как возвращение попранного национального достоинства. Истоки этого возвращения как часто относятся к военным успехам Израиля, прежде всего, к 67-го года, которые рассматриваются как начало возвращения всем евреям мира, в частности, советским евреям национального достоинства. И аналогично расценивались любые случаи пробивания еврейского в легальную плоскость, вплоть до защиты диссертации по еврейской филиографии, например, которая так и называется, защита еврейского достоинства. Но прежде всего, конечно, в ретение достоинства виделось в деятельности активистов, борцов за выезд и борцов за культурное возрождение здесь, на месте, в Советском Союзе. Можно было подумать, что это позднейшая интерпретация фризеологии, но нет. Тоже понятие в тех же, всеми же коннотациями занимает занятое место в тезаурусе текстов 70-х, в открытых письмах, письмах во власть, письмах за границу, в статьях самоиздатия. Тоже возрождение еврейской жизни называется обретением достоинства, борьба за иммиграцию называется обретением достоинства, и обретение достоинства утверждается как цель иммиграции. Неоднократно, не буду приводить примеры, но надо подчеркнуть, что это очень важно для активистов, для отказников тезис, то, что едут не за колбасой, а за достоинства, если использовать более позднюю формировку. И он часто повторялся. Важным был все эти полейники советской печати, у которых как раз обвинял и желавших иммигрировать ровно в обратном, потому что они едут за колбасой, за золотыми горами, за материальными влагами, презрев достоинства советского человека, то есть патриотизм и верность. Следующий такой важный контекст, контекст – это унижение, оскорбление, лишение, попрание человеческого национального достоинства в процессе взаимодействия с властями, с целью выезда и вообще в процессе жизни евреев в СССР. Это, наверное, самый частый случай употребления вообще этого слова. Практически в каждом втором письме отказников во власть это унижение упоминается. Черты садизма, углубления на человеческие достоинства, полное пренебрежение к нашему человеческому достоинству. Наши достоинства оскорбляют приемных ответственных работников, унизительное бесправие, оскорбляют на человеческие достоинства, глумливая интерпретация наших писем на смехательство, оскорбляют мои достоинства, прочее, прочее. Такого очень много. И тоже можно было бы в рамках такой как бы методики подозрения заподозрить, что это риторика, безумно убедить или впечатлить, но, в общем-то, наверное, нет, наверное, это вполне низкое мне ощущение, потому что они встречаются и в эго-документах, изначально не предназначенных для публикации, и несколько таких примеров тоже можно привести. Важно задаться вопросом, были ли кроме жалоб какие-то еще варианты реакции отказников на эти повторяющиеся унижения их достоинства. И моя гипотеза здесь связать унижение достоинства с углумлением над, наоборот, советскими правоохранительными органами, очным или, скорее, заочным. Во многих письмах во власть, особенно более поздних, присутствует такая риторика интеллектуального превосходства. Авторы подчеркивают то, что они такие эрудированные, они логически мыслят, они очень хорошо выстраивают свою аргументацию, а предупставляют все это интеллектуальным недостаткам своих противников. Можно это, пользуясь выражением одного из, собственно, самих отказников, назвать просто умничанием. Вот они умничают бесконечно, трудно отделимы от простого умничания, иронии и сарказм, которые в подобных пассажах сквозят. Отказники упрекают оппонентов в том, что в Советском Союзе крепостное право процветает, в том, что они, евреи, не дары русской природы, почему их удерживают на территории Советского Союза, они же не деревья, которые там выросли, и так далее, и так далее. Иногда творческая фантазия авторов порождает более развернутые сюжеты. Например, прекрасный был случай, прекрасная была идея написать в Общество дружбы, с предложением создать Общество дружбы с СССР Израиль и включить отказников в число его членов, сообщив, что это будет способствовать улучшению между государственными народами и миру во всем мире. То, что мы бы сейчас, наверное, назвали троллингом, и автор этого проекта как раз и потом признает, что он хотел порезвиться и сочинил юмористическое письмецо, которое должно было дойти к агрессу 1 апреля. Тут возникает вопрос, зачем вообще все это было нужно, потому что, вероятно, такие иронические пассажи не должны были бы служить эффективно цели убеждения противников, или там властей, да, и вряд ли они не способствовали, собственно, разрешению, получению разрешения на выезд. Тут нужно, наверное, уточнить, что система вообще отказнических письм была устроена сложнее, они одновременно адресовали советские органы власти и переслали за границу. И, наверное, тут была не риторика убеждения, а как Ольга Розенблюм, обсуждая открытые письма советской интеллигенции, советской литературной интеллигенции, предложила разграничивать риторику убеждения и риторику обличения, а тут скорее риторика убеждения переходила в риторику впечатления, то есть нужно было впечатлить каких-то более сочувственно настроенных адресатов, и здесь, наверное, умничание и ирония работали. Но главное, возвращаясь к достоинству, мне кажется, здесь работает теория такого оружия слабых и символического сопротивления, и можно предположить, что авторы тем самым, собственно, отставили свое достоинство и добивались уважения, или, по крайней мере, отставили самоуважения, глумлясь над недогадливыми, тупыми, неспособными логическими мыслями с сотрудниками ОВД и КГБ, то есть они обретали достоинство путем унижения, унижающих их. Углубление противникам было не единственным способом возвращения или отстаивания своего достоинства, еще был такой понятный способ обращения к героическому прошлому евреевского народа, прежде всего к недавнему прошлому, к коммеморации участия евреев в Великой Отечественной войне в форме каких-то речей на тусовках отказнических, в форме самоиздатных сборников, где эти все герои, кавалеры орденов, герои Советского Союза перечислялись временно и подробно описывались их формы. То есть такое отстаивание достоинства не негативным образом, а позитивным. Еще интересный контекст – навязывание категории национального достоинства другим соотечественникам и сокременникам, как заведомым противникам, то есть евреям-антисионистам, так и просто еврейскому большинству. Еврейские активисты их упрекают в том, что нет у вас чувства национального достоинства, кто вы вообще такие, как вы забыли свою историю, вы плод ассимиляции, у вас нет национальной гордости и вообще превратились в людей без рода и без племени. То есть такое навязывание того, что я называю этно-нормативной парадигмой этно-нормативности, когда этничность утверждается как первоочередной компонент идентичности. И, наконец, в текстах их оппонента, в антисионистских текстах также эта категория присутствует. В двух в основном контекстах это обвинение еврейских активистов в том, что они оскорбляют достоинства страны и Советского Союза, поскольку изменяют родине и порочат ее всякими ложными размышлениями, и оскорбляют достоинства правоохранительных органов, глумясь, собственно, над сотрудниками этих правоохранительных органов. Что, в общем-то, совпадает, очевидно, с тем, что отказники планировали делать. Просто оценка, конечно, будет разной в обоих лагерях, но пример очень похожий. И второй контекст – это, собственно, утверждение того, что отказники сами уронили уже свое достоинство, честь как человека-гражданина, поскольку становятся предателем родины и продали родину свою за израильские золотые горы. Буквально во многих публикациях в прессе вот эта мысль повторяется, что забыли родину, забыли честь и достоинство сельского гражданина и отправились туда, где лучше, где богаче. Отвечая на поставленные, по крайней мере, заявленные вопросы, я как бы вижу здесь следующее, что откуда достоинство берется, является ли оно безусловной данностью, достоинством каждого человека или какая-то такая суженая категория. Очевидно, что в риторике советской печати достоинство категория моральная, потому не безусловная, и отказники свои достоинства теряют, наоборот, граждане с безупречно моральным обликом его высоко держат везде и на родине, и за рубежом. В риторике отказников достоинство национальное также не безусловно, потому что оно мобильное, оно теряют, за ним едут в Израиль, его возвращают. Достоинство индивидуальное, как бы не утеряно, но при этом подчеркивается, что оно страдает тоже от каких-то проявлений того или иного антисемитизма или взаимодействия с органами власти. То есть это категория мобильная, а не безусловная, и, соответственно, и пропадает оно тоже довольно легко. Тут, интересно, мне кажется, альтернатива, которую предлагает исследовательница правового дискурса российского и советского, о том, что достоинство – это либо внутреннее ощущение, как полагало российское имперское право, и тогда его никак нельзя потерять, только можно самому присмотреть это свое самоощущение. Или же это, как предлагает советское законодательство, категория общественная, это дело общественное, это моральная оценка личности коллективом, и тогда его можно действительно защищать извне и лишить его извне. Это вот вторая тема горизонтального контроля, лишения достоинства путем моральной оценки коллектива только усилилась в ходе отипеля и после отипеля. И наши авторы из обоих лагерей, в соответствии с советским пониманием, считают, что достоинство можно попрать и можно защитить извне, очевидно. Как оно вновь обретается? Вот, мне кажется, что в духе понимания достоинства, как некоторое превосходство, обретается оно, по крайней мере, для части отказников путем самоутверждения, утверждения своего превосходства над противниками, то есть через унижение унижающих. И наоборот, собственно, незитимые для евреев-подаванков ходы и действия органов власти можно тоже рассматривать как унижение унижающих, как месть за измену родине, именно так интерпретировалась сама подача документов на выезд, то есть тоже как унижение радиоустановления достоинства страны, союза, и себя как представителей страны. Ну и, как мне кажется, очевидно, что при всей диаметральной противоположности стремлений и оценок обеих сторон подход, собственно, к понятию достоинства и язык риторика сходно или даже общо, что неудивительно, поскольку еврейские активисты, вопреки своим заявлениям, на самом деле были на тот момент носители, конечно, советской культуры, а никакой и ноль. Спасибо, спасибо большое, Галина. Да, замечательно вы уложили, спасибо. Так, отлично. Илья, Илья, не вижу вас. Илья. Здравствуйте. Сейчас попробую прокомментировать эти доклады. Спасибо.